Уважаемый Александр Иванович Игорь Викторович, я многодетная мать Баручанка Алена Павловна вынуждена обратиться к вам за помощью из-за бездействия местных правоохранительных органов. Ситуация, в которой я оказалась по причине, как я полагаю, противоправных действий группы лиц, грозит всей моей семье лишением прав на единственное жилье. При этом уголовное дело до сих пор возбуждено лишь по факту противоправных действий и только по статьям «Незаконное предпринимательство и присвоение или растрата», а не мошенничество, совершенное организованной группой, повлекшее лишение прав гражданина на жилое помещение. Хотя я не единственная потерпевшая, фигурирующая в материалах уголовного дела, а деятельность лиц, указанных в моем заявлении, имеет целый ряд признаков, предусмотренных статьей 209 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества». Все началось в апреле 2017 года, когда я пришла на работу с рекретарем фирмы «Рилком», руководителем которой была Панфилова Виктория Александровна. В личных разговорах со мной она выяснила, что у меня есть квартира и дом в городе Энгельсе. Через пару недель она пришла с предложением купить две квартиры в Энгельсе на Шуровой горе, чтобы потом их перепродать. Но для этого она сказала, нужны деньги. Панфилова предложила заложить сначала мой дом, пояснив, что мы очень быстро выкупленные квартиры продадим, заработаем денег и выкупим дом. Я согласилась. Панфилова привела меня в фирму «Велман» Горшкову Алексею Владимировичу. Он посмотрел дом и под его залог выдал мне деньги в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей. Из этих денег я сразу заплатила ему проценты за три месяца. Проценты немалые, но Панфилова и Горшков сказали, что все окупится, якобы они уже давно нормально на этом зарабатывают. В этот же день я передала оставшиеся от залога деньги Панфиловой, а через несколько дней она сказала, что передала деньги застройщику, и мы можем продавать квартиры. Прошло несколько месяцев, и она сообщила, что появилась еще одна квартира, и мы заложили опять в эту же фирму «Велман» Горшкову мою квартиру за 600 тысяч рублей. Их я также передала Панфиловой. А та опять через пару дней сказала, что купила еще одну квартиру, и мы будем продавать уже сразу две. Шло время, она говорила, что квартира пока не продается. В августе 2018 года мне позвонил Горшков и сказал, что нужно меня срочно перевезти. Мой залог с ОУ «Велман» на частное лицо. Мол, мы полностью закроем договора, снимем обременение и заключим новый залог с Шевчуком Юрием Нестеровичем. Мы приехали в МФЦ и перезаключили договор. Горшков и Панфилова мне сказали, что все, что я платила, вычтут и пересчитают. А самого Шевчука я даже не видела. Приехала некая Аргунова Мария Юрьевна с доверенностью от него. Меня убедили написать формальную безденежную расписку на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Когда я спросила про перерасчет, мне сказали, что все сделаем, а это формальности и так нужно для кассы и для отчетности. В итоге перерасчет никакой не сделали. В марте 2019 года я передала Горшкову через Панфилову 100 тысяч рублей для уплаты процентов. И он по телефону подтвердил, что их получил. Я попросила написать расписку. Он сказал, что сейчас очень торопится и напишет чуть позже. Но пишет он ее по сей день. В апреле 2019 года мне пришло письмо с иском от Шевчука о взыскании долга и обращении долга на заложенное имущество. Я тогда узнала, что по факту деятельность ООВ Элман завели уголовное дело по заявлению одного из граждан. Я поняла, что переоформление залога было либо попыткой замести следы, либо выведением активов, либо и тем и другим. Разумеется, никаких квартир, в которые были вложены и одолжены мною деньги, в реальности не оказалось. На суд с Шевчуком я прийти не могла. На тот момент я была беременна третьим ребенком и лежала в роддоме. Поэтому решение Октябрьский районный суд вынес без меня и в пользу истца, а апелляционные и конституционные инстанции оставили его в силе. Суды не учли тот факт, что дом куплен с использованием средств материнского капитала, а в пенсионном фонде написано обязательство о выделении долей в жилом помещении детям. В результате я лишилась и квартиры, и дома. Квартиру уже продали, я не знаю кому, а дом Шевчук реализовал некой Тимофеевой Людмиле Петровне, которая, как мне кажется, тоже является участницей всей этой схемы. Сейчас на рассмотрении в Энгельском районном суде находится иск Тимофеевой о выселении меня, мужа, детей и еще трех человек, которых Панфилова прописала без моего ведома. Таким образом, в ближайшее время вся моя семья может остаться без крыши над головой. С момента признания меня потерпевшей прошло уже больше трех лет, и за это время материалы так и не дошли до суда. При этом в порядке надзора неоднократно признавалась волокита, допущенная органами внутренних дел. Однако, дальше констатации данного факта прокуратуры и дело так и не дошло. Кроме того, я хочу обратить внимание еще на один факт. В качестве потерпевшей меня пристегнули к делу по статье «Незаконное предпринимательство и присвоение или растрата», по которым сроки давности уже истекают. Между тем, в результате противоправных действий целой группы лиц я и моя семья лишилась права на жилье, и именно завладение ими являлось целью противоправных действий указанных мною лиц. Поэтому возникает большой вопрос по поводу адекватности, квалификации и деяния обозначенных граждан, действующих к тому же в составе организованной группы и по предварительному сговору. От местных правоохранительных органов мне и моей семье ждать нечего. В этом я уже убедилась. Поэтому прошу вас, Александр Иванович и Игорь Викторович, обеспечить защиту наших прав, изъять материалы уголовного дела из производства органов внутренних дел, дать квалифицированную оценку случившемуся, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц и обеспечить контроль следствия данного дела.